Бонус диас меломаны! Большой виниловый привет! Друзья давно не виделись, сегодня хотел опять сделать такой небольшой обзорчик на те пластинки, которые буду выставлять. Сегодня пластинки будут в состоянии EX, то есть по моим меркам это пластиночки с неглубокими царапками. Такие, которые не прощупаются пальцем, но возможен небольшой песочек. Некоторые из них я прослушал, прикрепил стикеры и все это будет на фотографиях на мешке. Тут был вопрос, что такое мешок? Некоторые думали даже, что это рынок. Нет, друзья мои, это, кто не знает, это интернет-площадка. Ссылку на эту площадку, на свой аккаунт я оставляю под каждым видео, также она есть на главной странице моего канала. Итак, друзья, призываю подписывайтесь на канал, кто еще не подписался, кому интересно. Ставьте лайк, если понравилось. Ну и так, прошу поддержать мой скромный труд. Я стараюсь видеть Бог. Итак, друзья мои, опять же, состояние сегодня будет EX, то есть играть должны без потерь. Вот что такое состояние EX, то есть звук должен быть без потерь, без каких-либо. Но из-за царапочек тоненьких, не прощупывающихся пальцем может быть где-то песочек там на заходах, тихих местах. То есть, ну тот, который не должен особо мешать прослушиванию. Итак, сегодня хочу начать с Аллы Борисовны Пугачевой. Очень известный шведский пресс 1984 года, так называемый «Синий». Это лучшая ее. Пресс изготовлен компанией «Трек». Кто кассетами интересуется, вот посмотрите, вот здесь вот такая вот замечательная кассета. Кстати, очень дорогая, кто вот коллекционирует аудиокассеты. А это вот как раз они и выпустили. Greatest Hits 76-84. На мешке таких пластинок было всегда в достатке. Цены разные. Есть космические, как обычно. Ну, их мы с вами рассматривать не будем. Я полагаю, полторы тысячи рублей. Очень справедливая цена на такую пластинку. Абба. Вулеву. 79-й год. Оригинал. Шведский, естественно. Оригинал, ну, не знаю, наверное, должен быть шведским раз. Это Абба. Ну, я много раз показывал эту пластинку, что ее говорить, про нее рекламировать. На мешке, опять-таки, их будет довольно много. Стоимость будет в таком состоянии 1300 рублей. Modern Talking. Нами, всеми. Очень любимый. Это видно по продажам. Не успеваешь выставить. Как тут же забрали. Я его послушал целиком. Это шведский пресс на Меге. Не на Хансе. 86-й год. Так, что здесь написано? Звук класс. Но из-за множества царапок, кое-где песочек и несколько негромких тиков. Поэтому ставлю EX, EX минус. Вот таков мой вердикт. Друзья мои, ну и цена будет, соответственно, не такая, как... В общем, я поставлю 1400 рублей по той причине, что на мешке дешевле я не нашел ни в каком состоянии. Electric Light Orchestra. Balance of Power. Это пресс канадский. 86-го года. Здесь оригинальный внутренний присутствует, но хочу предупредить. Видите, он по торцам оклеен вот таким скотчем. Sharp Computer. Ну, это, наверное, предыдущий владелец оклеил, чтобы она прорвала пластинкой этот пакетик внутренний. И он так решил вот таким скотчем оклеить. Итак, опять-таки прослушал. Царапки. На первой стороне... Через все треки... А, на первой стороне царапка идет через все треки. Да, да, вспомнил. Но она практически не слышна. Абсолютно так и есть. Звук отличный. EX, EX+, твердо. Есть два негромких тика и чуть песочка. Ставлю EX по звуку. Вот так. Так, друзья мои, естественно, все это будет учтено в цене. Поставлю полторы тысячи рублей, потому что дешевле, опять-таки, не нашел. Пресс канадский. Genesis Duke. Тоже оригинал канадский. Что сказать, 80-й год, понятно. Разворотный конверт. Замечательная группа. Замечательный альбом. Стоить будет 1200 рублей. Где-то так. Если хотите, на мешке их, конечно, очень много будет. Даже новоделы будут. Но новоделы, по-моему, начинаются от 4000 рублей. И вот, к сожалению, вот так. Это оригинал 80-го года. Канадский. 1200 рублей. Еще Genesis. 83-й год. Так называемый Мама. Оригинальный внутренний. Я его недавно выставлял. Даже, по-моему, пару раз. Цена была 1200 рублей. И этот будет точно так же. Еще Genesis. 86-й год. Invisible Touch. Оригинальный внутренний. Тоже недавно выставлял. Этот чуть подешевле. Выставлял 1100. Этот будет так же 1100. Что написано на стикере? Много мелких царапок, но звук супер. В тихих местах и между песнями кое-где песочек. Ставлю EX. Звук, друзья мои, я его прослушал практически целиком. Звук очень хороший, без каких-либо искажений и потерь. И стоимость будет такая же, как в прошлый раз. 1100 рублей. Фрэнк Синатра. Тоже много раз показывал. Это Нью-Йорк. Нью-Йорк его. Пресс немецкий. Да, предыдущий тоже был немецкий. Пресс немецкий. Много раз показывал эту пластинку. Рассказывал про нее. Замечательный, на мой взгляд, лучший сборный альбом великого Фрэнка. Стоимость такой пластинки будет 2000 рублей. Опять-таки, потому что дешевле не нашел. Слейт. Лучшая. Это немецкий пресс. Покажу поближе. 1984 года. На мешке, я думаю, пара-тройка предложений должна быть. Я как-то смотрел. Не прямо сейчас, а вообще смотрел. Ну, там цена что-то до 3000 доходила. Ну, я 1400 поставлю. Думаю, нормально будет. Так, теперь у нас будет Sting. Sting. Мечта о голубой черепахе. Вот этот альбомчик хочу вам показать. 1985-1985 год. Конверт еще в заводской пленочке. Пресс немецкий. Внутренняя вкладка такая вот разворотная должна быть. Она присутствует. Внутренний оригинальный конвертик. Тоже пресс очень и очень распространенный. Полагаю, что стоимость такой пластинки будет полторы тысячи рублей. Теперь двойничок Sting. Двойник. Да, меня тут упрекали, что я уменьшительно ласкательные суффиксы использую. Но я стараюсь их действительно не использовать. Это как-то немножко некошерно звучит, так скажем. Ну, ладно. Двойник. Двойник Sting. Так, здесь у нас что? Здесь у нас вкладка. Оригинальный внутренний с текстами. На немецком языке с текстами. Так и должно быть. Ну, песня, естественно, на английском. Это так, как это немецкое издание. Там и разворотная внутренняя вкладочка. Так, что написано? Много неглубоких царапок. Послушал. Звучит очень хорошо, но есть песочек. Кое-где. И услышал несколько тиков. Поэтому выше EX, EX- не ставлю. Вот что написано. Но звук, опять-таки, хочу сказать, без каких-либо потерь. Посмотрел специально на мешке, потому что это распространенный двойник. Цена начинается на мешке от двух с половиной тысяч. И до какой цены, не смотрел. Хотите, посмотрите сами. Я поставлю в таком случае, учитывая все эти недостатки, учитывая то, что конверт по моим меркам даже ниже VG, так как, посмотрите внимательно, он здесь чем-то, его так залили. Нет, возможно, это все легко оттирается влажной губочкой. Но я этого не делал. И вот что есть, то есть. Учитывая все это, две тысячи рублей. Sensational Alex Harvey Band Collection. Коллекшн двойной, разворотный. Я полагаю, не самый частый. Это немецкий пресс. Если не ошибаюсь, это 1986 год. На мешке пара предложений, думаю, будет. Sensational Alex Harvey Band вам представлять не надо. Я про эту группу уже не единожды рассказывал. Стоимость 1400 рублей за этот двойник. Следующий двойник. Гэри Мур. 1984 года. Вот такой, в разворотном конвертике. Так, здесь есть стикер. Давайте я прочту. Прослушал, кстати, эту пластинку практически всю. Обе. Много неглубоких царапок. Послушал. Почти все. Песочек, тики, кое-где присутствуют. Первая сторона – EX. Вторая – EX, EX-. Третья – VG, VG+. Четвертая – EX, EX-. То есть, средняя оценочка, так скажем, EX, EX- на нее. Вот так. Но слушибельно, так скажем. Друзья, слушибельно и очень неплохо звучит. Но и цена, хочу сказать, на такой хард-рок будет за двойник 1200 рублей. То есть, совсем недорого. На мешке, я думаю, будет дороже. Дешевле вряд ли, в каком бы ни было состоянии. Кинотернер. Я недавно показывал такую и выставлял. Она должна быть с буклетом. Но вот именно здесь буклет куда-то затерялся. Это 1986 год. С буклетом в таком же состоянии я выставлял ее 1400 рублей. Раз это без буклетов, в состоянии EX, я полагаю, 1000. За двойник. Кинотернер. Теперь двойничок Сантаны, 1977 года. Очень хороший двойник. Именно эти пластинки, которые сейчас показываю, я не прослушивал. Но до этого, конечно, тут оба оригинальных внутренних. Конверт в состоянии ВГ без всяких плюсов, по моим меркам. Итак, Сантана, 1977 года, двойной 1200 рублей. Оригинал. Пресс Голландия. Нидерланды, как меня поправляли. Но я по старинке, друзья, Голландия. Балтимора. Для любителей, так скажем, итало-диско. Тут медать нельзя. Здесь оба хита. Вот они присутствуют. Балтиморы. Большего Балтимора, на мой скромный взгляд, слушать вообще нечего. Это 1985 год. Пресс то ли голландский, то ли итальянский. Хотя здесь, вы знаете, на штрих-коде 5.0. То есть, как у Англии. Ну, будем считать, европейский пресс, так скажем. На мешке их будет навалом. Цены на него запредельные. Я полагаю, 1500 рублей. Ну, я не знаю, будет ли дешевле. Вот давайте, если там где-то будет дешевле, давайте я поставлю еще дешевле. Так, ладно. Soft Cell. Да, замечательный дуэт. Мне он, кстати, раньше очень нравился. Сейчас как-то я подостыл. Вот оригинальный внутренний здесь. Это английский дуэт. Такой синтезаторный, синтепопный. Вот, пожалуйста, так выглядит задничек. Это 1983 год. Вот, я полагаю, на мешке-то он будет. 1300 рублей. Вэм. Джордж Майкл. Джордж Майкл. Вместе второго все время забываю. У меня даже были пластинки второго паренька. Но я забыл, я сам вэм не очень слушал никогда. Так, оригинальная внутренняя вкладочка. Но здесь нет оригинальной, должен быть оригинальный внутренний пакет с фотографиями их. Но здесь его, к сожалению, нет. Ну, это все будет, конечно, учтено в цене и состоянии. И все. Ну, думаю, друзья мои, ну, тысяча рублей. Пол Маккартни. Замечательный. Один из Битлз. 80. Тут очень мелко. Я сослеплю, не вижу. 89-й, по-моему, год. Здесь оригинальный, вот такой желтый должен быть, внутренний. И оригинальная вкладка разворотная. Теперь, что написано. Очень много неглубоких царапок, но звук супер. Кое-где песочек и немного тиков, поэтому ставлю EX, EX-. Опять-таки, друзья мои, почему я не ставлю VG, к примеру, на него? Да, ну, потому что звук потрясающий. Я послушал, слушал совсем недавно. Звук потрясающий. Но, опять-таки, все это я буду учитывать в цене. Цена на него, ну, я не знаю, ну, наверное, где-то 1200 рублей, где-то так. Да, а может даже и дешевле. Я посмотрю, сколько там на мешке и поставлю. Подешевле. Так, Wings. Опять-таки, тот же Пол Маккартни, 1976 год. Вот, я Wings. Вот, Маккартни я еще слушаю, а вот Wings как-то не очень. Опять-таки, очень распространенный альбом. Это пресс какой-то... А, Испания. Пресс Испания, то есть, не самый лучший, так скажем, пресс. Я не люблю испанские прессы, хотя, может быть, зря. На некоторые из них записаны очень хорошо. Ну, вот, учитывая все это, также цена будет, ну, что-то около 1000-1200 рублей. Вот. Вот это вот очень редкая пластинка, друзья. Очень редкая. На мешке ее нет и не было. Здесь вот такой красивый, оригинальный, внутренний. Он такой и должен быть. И это английский, если я не ошибаюсь, пресс А-группа называется Hibigibis. Вот. Hibigibis. То есть, это такие, ребята, приколисты, пародисты. Это не биджист, да, вот, посмотрите, это вот трое. Это такие приколисты, пародисты. Очень неплохо. Я когда-то, несколько лет назад, услышал эту группу первый раз. Ну, ничего, здорово. Но себе пластинку оставлять не стал, потому что я вот не... Здесь вот такие, знаете, пародии на разные известные композиции. Причем не только биджист, а многих других. Учитывая редкость, думаю, 1000 рублей будет вполне нормально. Джимми Хендрикс. Великий и ужасный. Пожалуйста, Джимми Хендрикс. Это переиздание 72-го года. Вообще, оригинал должен быть 70-го. Но это хорошее переиздание. Это переиздание английское. Английское. Так, друзья мои, на мешке есть два предложения. Я специально посмотрел, потому что не часто попадается. На мешке есть два предложения по состоянию. Не знаю, возможно, оно идеальное. Две с половиной и три. Это будет 1300. Учитывая состояние конверта и состояние самой пластинки. Лес Суингл Сингерс. Это такая джазушка. Друзья, это очень и очень редкая пластинка. Это французский пресс на Филипсе. Это французский пресс. Это французский пресс. Но и стоит он недорого. Учитывая состояние, 63-й год, рублей 700. Теперь Крис Ри. Крис Ри 87-го года. И один из моих любимых альбомов, он The Beach 86-го года. Здесь оригинальный внутренний пресс. Вот это финский, а вот это немецкий. Тоже оригинальный внутренний. Стоят они будут по 1300 рублей. Далее Лиза Стенфилд. Когда-то она исполняла в группе Блюзон. Была такая группа. Что здесь я хочу вам сказать? Давайте я даже пластиночку достану. Пластинка вообще практически в идеальном состоянии. Но! На второй стороне, вторая песня, Дефект, дает мне несколько негромких пошипований. В остальном очень хорошо. Сейчас покажу. Если что, руки чистые. Для любителей, так сказать, не брать пластинки руками. Вот посмотрите. Что это? Я не знаю. Я оттереть не смог, но, правда, особо и не тер. Вот, видите? Что-то такое. Тут какая-то краска какая-то. Не могу понять. Но, скорее всего, это дефект с завода. Что-то мне подсказывает, что он с завода. Во всем остальном пластинка играет супер. Просто супер. Поэтому я не знаю, друзья мои. Я вот с такими дефектами пластинки стараюсь не оценивать буквенно вообще никак. Ну, положил ее в категорию, которую называю ЕЭКС. Но я не буду ее никак оценивать. Стоимость такой пластинки будет невысока. Всего 600 рублей. Ну, вот, что есть, то есть. Может быть, кто-нибудь сможет убрать этот дефект. Ну, я, честно сказать, я сомневаюсь. Белинда Карлайл. В 87-й год. Очень хорошая, добротная попса. На мешке, я думаю, ее будет очень много. Стоимость разная. Но за нее просят довольно много. Я думаю, 1300 рублей. А вот это уже не попса. Это Кридансы. Кридансы. Английское издание лучшего. Это, друзья, в 89-й год. Это редкий пресс на мешке. По-моему, одно предложение есть. Что-то около 2,5-2,4. Вот так вот человек там просит. Я поставлю, опять-таки, учитывая то, что есть царапки, 1300 рублей. И вот, напоследок оставил очень редкую пластинку. У моего товарища такая есть. Что это за пластинка, вот точно вам сказать не могу. Но я знаю, что это такая, знаете, настроечная тестовая пластинка для настройки Hi-Fi аппаратуры. Ну, по крайней мере, здесь по-немецки так написано. То, что я смог прочесть. Я пятачок покажу на фото. Вы сможете ее пробить на дискокс. Я такие пластинки встречал на мешке. Стоят они по-разному, потому что это все-таки не музыка. Они не всем нужны. Вот, например, мне она не нужна. Я не умею по ней настраивать аппаратуру. И поэтому посмотрю, сколько на мешке. Ну, там меньше тысячи она никогда не стоила. Ни в каком состоянии. Но это с царапочками. То есть, ну, посмотрю и поставлю подешевле. Я полагаю, где-то около тысячи рублей она будет стоить. Вот, друзья мои, что я хотел вам сегодня показать. Спасибо огромное за просмотр. Не забудьте поставить палец вверх. Подписаться на канал, если еще не подписались. Все будет хорошо, друзья мои. Берегите себя. Пока-пока. Берегите себя.